Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Так что я не могу точно сказать, как себя чувствую. Такое ощущение, что все это происходит не со мной и не существует за пределами мобильного телефона. Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал. Где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет. Поделилась переживаниями дочь Михаила Ефремова. Анна-Мария отметила, что пыталась связаться с семьей Сергея Захарова, погибшего в аварии через его работодателя. За это время мне написали пять мошенников. Работодатель передал мои контакты и слова. Но они мне так до сих пор не ответили. Подчеркнула наследница актера. Также добавим, что Александр Ширвинд после смертельного ДТП с Ефремовым рассказал о его отце. Он отметил, что Михаилу наследовал от отца не только актерский талант, но и приверженность к распитию алкогольных напитков. 85-летний Александр Ширвинд рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова. Как признался актер, ему часто приходилось спасать от неприятностей коллегу по цеху. «Мне звонили из театра «Современник» неожиданно. В часах два ночи. И говорили, пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич. И я даже не дослушивал, что с Олегом Николаевичем. И перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек. Вспомнил Александр Анатольевич. Ширвинд отметил, что Ефремов ненавидел все, что касалось роскоши. По словам Александра Анатольевича, после употребления спиртных напитков Олег Николаевич мог поцарапать чужие автомобили. Тогда машины были признаками неслыханного благополучия. И в состоянии крайнего алкогольного опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже. Сообщил он. Александр Ширвинд подчеркнул, что порой трезвые артисты ведут себя так, будто в них пол-литра. Михаил Михайлович Казаков также славился буйством в период запоев. А когда он еще доливает в себя, представляете, что получается? Очевидно, то же самое происходило и с Олегом Николаевичем. Люди такого таланта, характера и буйства даже трезвые находятся в состоянии крайнего опьянения. Очень опасно доливать туда еще, добавил Александр Анатольевич.